Пасху Христового Воскресения Пасху Христового Воскресения Пасху Христового Воскресения Он являлся им и открывал тайны Царствия Небесного Открывал им ум Разуметь Писание Часто говорю Писание разуметь Это особый дар Божий Не так, как Какая-то бабка там Неграмотная, она что-то толкует Писание, или сектанты Толкуют Писание Вот Это ложь все века сего Это особый дар Божий Истолкование Словес Божий Не каждому он дается Святые отцы обладали Когда этим даром Когда Иоанн Слатоуст Толковал Писание Все видели, как апостол Павел ему Внушает Мысли Как правильно Истолковать Святое Слово Божие Все видели, как Иоанн Иоанн Богослов Когда он писал Откровение Ангел Огненный Внушал ему Словеса Божие Вот Истолковать Писание И ученикам Христовым Христос Открывал Тайны Царствия Небесного Познание Писания Это особый дар Божий Давал Господь ученикам Своим по Воскресенье И в сегодняшний день По Пасхе По Своем Воскресенье Господь Возвел Учеников Своих На горы Елеонские Любимые Свои горы Из нее Открывался Великолепный вид На Святой Град Иерусалим Благословил Учеников Последний раз И все Увидели Как он стал Возноситься На небо Читали только Что-то Слово Божие Илья Провод тоже Вознесся на небо Но на колеснице А здесь Без всякой помощи Силою Божественной Окруженной Сонным Ангелом Вознесся Христос На небо Долго Ученики Смотрели Ввысь Вознеси 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 В сегодняшний день И вчера Вечером Говорим И сегодня Праздник Не Печали Разлуки С Господом А радости Ибо после Вознесения Господня Ученики Господни Мы не со стезами Не с радостью Но Но с радостью Вернулись Во Святой Грамм Иерусалим Обещая Ожидая Обещанного Утешителя Духа Святого И в течение Десяти дней Мы Подобно Ученикам До Святой Пятидесятницы Будем Также Чаить Ожидать Обещанного Утешителя Духа Святого И Господь И нам Дает Духовную Радость Нет у нас Печали, что провели Пасху Радость Ибо Христос По Воскресении Для немногих Был доступен А после Своего Вознесения И после Сошествия Святого Духа На апостолов Был стал доступен Сему миру Я с вами Пребуду До Скончания Века И мы Чувствуем Присутствие Божьего В Храме Божьем В жизни Нашей земной Когда Спаситель Наш Называет Нас Верно Когда Господь Называет Нас Добрым Делам Когда Господь Нас Учит Учением Своим Как Жить По Закону Божьему Как Поступать И Как Наследовать Царствие Небесное Вот это и есть Духовная Радость Жизни с Богом Общение с Богом Недаром Дорогой батюшка Отец И Говорил Моя Жизнь Во Христе И в него все его сочтения Это была Радость Духовная Он с радостью Молился С радостью Помогал С радостью Горе Человеческое Слышал С радостью Исцелял С радостью Обличал Кругом была Радость Жизни во Христе Эту радость Господь дал Внутри Рукоположение Его священный Сам Эту радость Духовную Он пронес Сам всю свою жизнь Живя со Христом И нам Завещал Эту Духовную Радость И нас Господь Не лишает Своей радости Веры Христовой Надежды Любви Христовой Все это Есть Плоды Дара Духа Святого Все это Радость Вознесение Господне С этой Духовной Радостью Всех Приветствую вас Сегодняшний Праздничный Святой День И дай Господи Чтобы Господь Церковь И с нами Чадами Церкви Христовой Никогда Не разрушался Но всегда Мы были бы Ученики Христовы Всегда Стремились бы Жить Во Христе Со Христом Как Примет Дорогого Батюшки Для нас И всегда Господь Пребывал бы С нами Во все дни жизни Наши До скончания Века Аминь На горе Елеонской Во Святом Граде Иерусалиме Паломники Говорят Что остался Отпечаток Следа Стопы Спасителя Возносящего Камень Как воск Размягчился Под его стопами И когда Ученики Увидели Посмотрели вниз Когда уже Вознесся Христос Увидели На камне Стопы Отпечатались Ног Христовых Вот И до сего дня Это углубление стопы Видно На горе Елеонской На сегодняшний день На горе Елеонской Со всех концов мира Собираются Паломники Чтобы там Воспеть Вознесение Господне На разных языках Разные религии Там И армяне И копты Там И Католики И другие Вероисповедания Все Собираются На горе Елеонской Славить Воскресшего Вознесшегося Господа Вот Память О Вознесении Господнем До сего дня Жива Бессмертна И она Пребудет Память Об этом Священном событии В церкви В христианстве До встречания Века Сейчас Богослужение Мы Оканчиваем Кто Был при исповеди Причастим Святой Христовой Да Кто Постился И готовился Правила Без правил Кто не вычитывал Не благословляя Причащаться Кончились те времена Что не было Молитва Слов Молитва Слов Причащаться Вот Нечего Говорить Что Это самое Дорогие Где я хожусь Молитва Слов И маленькие И большие Каких Тебе толкомет И дорожные Понапечатали Было б что Желание Молиться И вот Тогда будет И благодать А так Как щит лебать бегает Это причащение Это грех Будет это причащение Не во исцеление Души и тела А в суд его осуждения Ты правила Вычитал Что ты лезешь Причащаться Ну спрашиваю тебя Вычитал Все А? Каноны Вычитал Ко причащению Все Вычитал А? Что Что Ангелухранителю 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 Я буду Решить Да Вот так Старайтесь Учитывать Просто Учитесь Молиться Учитесь Вот Минутка свободная Дай я что-нибудь Почитаю Хоть псалтили Или страничку Почитать Не обязательно Кофизму все читать Хоть страничку сядь Почитай Ноги болят Сядь Сидеть Тяжело Ляжь Да помолиться Почитай Бог и лёжа И лёжа принимает молитву Все принимает Господь Молилось бы сердце только наше Пришли в храм Не ляжь и качать Когда службы нет Псалтили читать Дай я помолюсь лучше Дай я синодичек свой помяну Дай я почитаю И помолюсь Да вспомню всех И все будет тебе постоянная молитва Постоянно ты с Богом будешь жить Общение с Богом будет И вы тогда будете чувствовать Везде присутствие Божие И вам тогда будет легко и радость И так из под палки Открыл Закрыл этот молитв послов Из под палки в царстве небесное не найдёшь Понуждать себя нужно на молитву Вот это подвиг Все знайте Что угодно будешь делать Встань молиться Сразу зазевается Сразу Подушка тебе ту Сразу и базар тебе в голове И всё Что угодно Вот сразу кончилась и молита Уже глаза сомкнулись уже все, все кончено, вот это намолились вот, самый тяжкий подвиг это молитва, так что если кто думает, что поповский хлеб тяжелый, легкий, встань послужи как когда-то у меня было в молодости одно председатель колхоза камняку я проучил вот, и пришел на приход первый, ну надо Николай, дворничий, надо что-то строить, пошел уже в дребну мне послал Бог, попилять надо в колхозе как раз попал на их планерку я вот, сидят же этот, земной Бог их не сидит, председатель ярый безбожник такой был, а я с крестом я спрошу, как положено священнику скуфье у него от злобы перекосилось лицо, все его эти бригадиры сидят, ну сачель где-то сидит, но я думаю сейчас что-то будет, Господи, помоли ну вот, стою вот, перед ним так и так старухам моей негде молиться, нужно попилять вот, да, он с такими уменышками, да, дурак пришел к нам говорю, я знаю, что я дурак но не дурнее тебя у него и челюсть отрисла вот это да, я говорю я вам логически докажу меня посади в это кресло но я еще звезду героя вот туда заработаю и хозяйство передовое будет не то, что ваше вот, а тебя на мое место поставь за неделю ты вылетишь бабки тебя выгонят да и все вот так что не дурнее тебя давай пиляй мне трава да и не разговаривай так он десятой дорогой потом попилял правда, вот после этого объезжал вот церковь, боялся мимо церкви проезжать говорит, там такой поп разобьет вот так так что дай Господи мудрости духовные эмма истояние вери христовой вот так что мы все дурные но все-таки дурные для Бога не должны быть а для Бога умники должны быть и для этого мир отебе и дураки должны быть вот сейчас оканчиваем службу так что еще раз напоминаю чему возвращаюсь готовьтесь всегда не отбыть очередь по количеству вот мне надо отгореться причаститься все подготовьтесь помолитесь вот покайтесь хорошенько продумайте жизнь свою чтобы действительно вы с облегченной радостью с духовной радостью подходили к чаше святой и не так как от эти мирские мужики добавили аааааа четыре поста четыре раза отгореться и все вот это ложь наша чаще причащаться нужно хоть раз в месяц подготовиться обязательно я чем чаще причащаюсь тем благодать на себе чувствуешь я опытно знаю А если бы я не причащался ежедневно, я бы уже умер бы, меня бы не было бы. Меня держит только чаша причащения. Так что стремитесь к Господу. Господь всех нас ждет. Только подготовленное сердце имейте, доброе, человеческое сердце, любящее сердце, скорбящее сердце, но не злое, каменное, блудное это сердце. Смягчайте свое сердце в жизни своей. Вот, причастим и пойдем вокруг храма. Крестным ходом обойдем воду, святую день Господского праздника на Кладезе нашем. Сегодняшний праздник Вознесения Господня. Сегодня Жировицкой иконы Божьей Матери. Древняя обитель Белоруссии Жировицкая. Вот, понесем иконы вокруг храма Божия. Вот, потом будем отдыхать. Великий праздник. Поста нет, кушаем все вкусное, что Бог пошлет. Вот, и по сторонам винца можно сегодня выпить. Во славу Божьей ради праздника. Носки платои. Наполовину кипяточком развести вино. Чтобы не дурели головы ваши, и в пузе было легко. Вот, обязательно. Вот так. Учиться нужно не алкоголиками быть, а чтобы радость была и для тела, и для уха. Дядя Миша вот чешет затылок, говорит, у меня уже радость есть от вина дома, семейное счастье. Сынок мой, вот, а то ж подурели, а если бы с теплотой он выпивал, как по уставу церковному, то никогда пьяницей не было. Вот. Но лучше не пить. Сухой, добрый закон, хороший, во славу Божьей. Вот, завтра продолжаем праздновать праздник Вознесения Господня и какой завтра праздник? Апостола Иоанна Богослова Евангелиста, апостола любви, апостола мира. Будем совершать сегодня в полчетвертого всеночное день и литья. И завтра будем совершать праздничную службу соборную апостола Иоанна Богослова. В субботу продолжаем праздновать праздник Вознесения Господня и память святителей Чудотворца Христова Николая. В субботу радость здесь совершим службу Божию. И тогда, сразу после литургии, крестным ходом, с Николой Чудотворцем пойдем на Никольский храм. Там обойдем храм Божий, помолимся, как испочитаем, вот, окропим храм Святой Божьей. Престольный день святителя Николая праздника, так он, храм Божия. А там уже будем ожидать пятидесятницы Духа Учерщины Дня Святой Троицы в этом году, милости Божией. Все вам рассказал, все объяснил, понятно все? Вопросы есть? Так что молиться, просто учитесь все молиться. Молитва Слово Руки, нечего там думать, как? А как молиться, что? Открой молитву Слово, читай, там все написано, было бы желание. Учитесь, просто молиться. Беседуйте с Богом. Ко Господу вас звать! И Господь что? Слышать меня. Все, все ясно. Какие вы меня все храмы?